добрый день дорогие друзья сегодня мы с вами поговорим о такой интереснейшей и важнейшей теме а что может касаться и что может апелляция и вопрос отнюдь не праздный потому что он касается непосредственно изготовления кассационных и апелляционных жалоб поскольку по роду своей деятельности вы сами прекрасно знаете приходится очень много корректировать кассационных апелляционных жалоб составлять кассационных апелляционных жалоб в общем это наша специализация и конечно же дорогие друзья при составлении апелляционных кассационных жалоб необходимо очень четко и тонко знать требования закона этим и отличается юрист кассационной и апелляционной инстанции от юристов первой инстанции и дорогие друзья дабы не было этих ошибок я вам и хочу рассказать о том что нужно просить в кассационной инстанции или в апелляционной инстанции каким образом требовать защиты своих прав и так в чем же коренное различие апелляционной инстанции от кассационной у нас в апелляционной инстанции это не Чистая апелляция, как это было раньше, раньше по закону могла апелляционная инстанция отменить решение суда первой инстанции и после этого направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Затем поменялась точка зрения законодателя и чтобы разгрузить суды первой инстанции и не заваливать их отмененными решениями было принято решение нагрузить апелляционную инстанцию полномочиями по вынесению своего собственного решения в ту пользу, в которую она считает нужным при отмене или изменении решения суда первой инстанции. Поэтому, дорогие друзья, как правило, просьба в апелляционной инстанции должна таким образом и звучать. То есть, при обращении в апелляционную инстанцию необходимо указывать отменить решение целиком, то есть полностью, либо в части, которая вас не устраивает и принять по делу свое решение, которым, к примеру, полностью удовлетворить или частично удовлетворить исковые требования и в чем это удовлетворение должно заключаться. Вот это общая концепция, которая должна использоваться при написании апелляционной жалобы. Вместе с тем, в касационной жалобе, в касационной инстанции многие то же самое идут по накатанной и тоже просят соответствующим образом принять свое решение касационную инстанцию. И с этим очень часто приходилось сталкиваться, особенно при корректировке жалоб, которые написаны в том числе юристами, которые не разбираются в касационном производстве. Дорогие друзья, в касационной инстанции у нас это в некоем роде, особенно касационная инстанция вторая, то есть Верховный суд это в чистом виде касация. А вот касационные суды общей юрисдикции, они конечно в чистом виде касация, за редкими исключениями они могут принять по делу свое собственное решение, но там должны совпасть ряд условий. То есть должны отсутствовать нарушения норм процессуального закона, которые препятствовали бы вынесению правильного законного решения на стадии рассмотрения судами предыдущих инстанций и необходимо только лишь изменить норму права. Таких случаев крайне мало и в связи с тем, что соответствующим образом их количество стремится к нулю в общем потоке дел, коих рассматривается в судах общей юрисдикции и арбитражных судах вот этих споров более 40 миллионов в среднем в год. Дорогие друзья, конечно это все теряется, поэтому в касационной инстанции мы должны просить отменить судебное решение и направить его на новое рассмотрение. На этом этапе у нас возникает масса вопросов, а куда же направить его? В суд первой инстанции или в суд апелляционной инстанции? И может направить касационный суд общей юрисдикции, в том числе и Верховный суд могут направить в любую из инстанций. Поэтому я, к примеру, взял за правило при подготовке касационных жалоб никогда не ограничивать касационную инстанцию в том, что они могут сделать и прямо так и указываю направить в соответствующий суд. А уже куда они направят, хотя бывают отдельные дела, где это играет существенную роль, вот там, дорогие друзья, конечно необходимо указывать, куда вы просите направить дело в той или иной форме. И вот, дорогие друзья, вокруг этого, вокруг этих основных постулатов у нас разворачивается некая еще дополнительная борьба, поскольку приходилось, чего только не почитаешь в касационных жалобах, которые приходилось править, корректировать и так далее. Дорогие друзья, вот из последнего просил уважаемый зритель, подписчик, переанализировать доказательства. Ну, дорогие друзья, опять-таки, несмотря на то, что это изложено таким несколько неюридическим языком, по сути прав человек, по сути прав. То есть, этим он хотел сказать, что анализ доказательств представленных фактически судом проведен неправильно, а реально не проведен. И можно об этом говорить, но в просительной части касационной жалобы мы так формулировать не можем, к сожалению. Поэтому таких формулировок необходимо избегать. Также необходимо избегать формулировок, которые, дорогие друзья, у нас будут говорить о том, что суд должен сделать те полномочия, функции, которые ему не свойственны. К примеру, принять уточнение, изменение исковых требований, либо новые исковые требования. Дорогие друзья, это у нас не апелляционная, не касационная инстанция в порядке рассмотрения не могут сделать. За исключением, опять-таки, апелляционной инстанции, которая при переходе к рассмотрению по правилам суда первой инстанции, без исключений установленных главой 39 Гражданского процессуального кодекса, может пересмотреть дело в полном объеме. То есть, здесь очень внимательно к этому относитесь. И, конечно же, дорогие друзья, все это, как вы уже поняли из содержательной части нашей беседы, касается непосредственно судебных решений. А вот там, где, дорогие друзья, речь идет о частных жалобах, там, где речь об оспаривании отдельных определений по отдельным вопросам, там, как говорится, своя песня, о ней мы поговорим в следующих наших роликах. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. И, конечно же, напоминаю, дорогие друзья, что если у вас есть подобные вопросы, необходима помощь в составлении апелляционных, кассационных жалоб, исковых заявлений, обращайтесь. Все контакты указаны. Всегда с удовольствием поможем. Удачи вам в ваших делах. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok